Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Итак, сегодня вторник, 27 апреля. Представляю вашему вниманию торговый план на неделю по канадскому доллару и нефти марки Brent. Ситуация, по которым продолжает оставаться сложной и неоднозначной. Судя по всему, эти инструменты пока еще не совсем определились со своим направлением и продолжают двигаться в рамках флета. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот перед нами канадский доллар, который укрепился, как и ожидалось в прошлом обзоре, однако до целевой области не дотянул всего несколько пунктов. Хотя и это может быть лишь вопросом времени, так что в целом область можно считать более-менее отработанной, тем не менее еще и цена может добраться до этой области. Однако реализация самого сценария при этом прошла не совсем гладко, поскольку цена сначала пробила сопротивление на 1.2527 вместо ожидаемого отскока, а затем оказалась и выше разворотного уровня на 1.2584, прежде чем впоследствии начать снижение. Пара снова пришла к предыдущему минимуму, от которого в тот раз отскочила и начала расти. Есть при этом не нулевая вероятность, что и в этот раз может случиться так же. Учитывая торможение цены в рамках снижения и попытку формирования некой локальной базы поддержки, подобная вероятность не исключена. Ну и вот на актуальном графике данное ожидание еще требует своего серьезного подтверждения. Таким подтверждением может послужить ретест уровня 1.2376, который выступает поддержкой при снижении. В случае успешного отскока из этой зоны пара может развить восходящий импульс, который нацелится в область между 1.2527 и 1.2584. А вот отмена этого прогноза состоится уже если котировки опустятся ниже разворотного уровня на 1.2331, что даст сигнал на продолжение снижения. И вот предполагаемый разгон восходящего тренда в нефти марки Brent также так и не состоялся. Вместо этого цена, опустившись ниже ожидаемой поддержки на 1.6729, ушла впоследствии уже и ниже разворотного уровня на 1.6563, где и торгуется в настоящий момент. Так что сценарий не отработан, целевая область так и не была достигнута. Пробой сигнальных уровней дает сигнал на отмену последнего сценария на рост и снова сменяет приоритет с восходящего на нисходящее. А закрепление в нынешней ценовой зоне даст сигнал на продолжение уже нисходящего тренда. А на актуальном графике на данный момент подтверждением намерения на продолжение нисходящего движения станет уверенное закрепление под текущим уровнем сопротивления на 1.6729 с его возможным ретестом и попыткой пройти выше. В этом случае последующий отскок от этого уровня даст возможность сформировать заходную формацию, что станет сигналом на начало снижения в рамках импульсной волны, которая нацелится в область между 62.70 и 62.00. А вот отмена сценария состоится в случае прохода в область выше разворотного уровня на 68.42. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев. Это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.